Добро пожаловать на пересадочную станцию! И сегодня нас ждет трэш, безумие и постапокалипсис! Александр Шишковчук, Схрон, дневник выживальщика Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции Если ты тоже хочешь попасть в этот список, получить уникальный значок возле своего ника Специальные модди, получить доступ ко всем путешествиям пересадочной станции в аудиоформате А также раньше всех остальных прослушивать ролики То нажимай на кнопку спонсировать или переходи по ссылке в закрепленном комментарии С каждым днем фанатские кодлы беспределили все больше Что зенитовцы, что кони не участвовали в общественных работах, предпочитая грабить слабых Говорят, даже жрали человечину Это все беспокоило Юрика Омоновцы не совались в фанатские зоны стадиона Их сил едва хватало, чтобы контролировать склады и пункты выдачи еды Паек, кстати, с каждым днем все уменьшался И недели через две после катастрофы Менты, поняв, что спасения можно и не дождаться Прекратили благотворительность Как-то ночью Юрик проснулся от стрельбы Он выглянул из укрытия, небольшой ниши под самым куполом стадиона Костры из пластиковых стульев ядовито озаряли футбольное поле Сотни людей орали и сновали взад-вперед Из внутренних помещений доносились звуки длинных захлебывающихся очередей К утру не осталось ни одного живого ОМОНовца Хулиганье, опьянев от победы и крови, неистово веселилось Резвились на трибунах, играли футбол отрезанными головами в шлемах Жарили на кострах шашлыки из бывших служителей порядка Аппетитный запах сводил с ума Юрик проклинал себя за позывы голодного организма, глотая слюну, боясь выйти из убежища Он не ел уже три дня Хорошо только чувствовала себя жаба Мух для нее удавалось наловить в избытке Днем гопники сбились в отряды и приняли шерстить все закоулки спорткомплекса Вытащили и Юру К тому времени у него уже мелькали цветные пятна перед глазами от голода Но Зюзю все равно успел спрятать, заслышав приближающиеся злобные выкрики Ребзи сюда, здесь еще есть мяско! Пленников согнали и заперли в нескольких залах Вонь экскрементов, немытых тел и стенания сводили с ума Юрик забился в уголок бывшего фитнес-зала и попробовал погрузиться в сон Но поспать не удалось В зал с улюлюканем ворвалась бригада фанатов, раздавая затрещины палками и дубинками Поупитани выбирайте, поупитани! Командовал бугай с красными дикими глазами «Вот этого берите! И этого! И вон того!» Сидящего рядом с Юриком пухленького мужика лет сорока грубо поставили на ноги Он подвывал, хватая ртом воздух «Не троньте Витеньку!» Заголосила пожилая баба с растрепанной копной ядовито-рыжих волос «Заткнись, свинья!» Рявкнул ближайший беспредельщик, толкая тетку «Мама, нет!» Взвизгнул Витенька «Я тоже берите!» Приказал главарь «В старой кляче килограмм сто будет! Ну этого недомерка до кучи! Че так дерзко пялится?» Грубая рука подхватила Юрика за шиворот Когда их волокли по переходам и коридорам, он понял, что все Настал последний час его никчемной, глупой жизни Сейчас их зарежет, как скот и сожрет это зверье Больше всего было жаль даже не себя, а нежно прижавшуюся под курткой жабку «Как же Зюзя теперь без него?» «Хотя...» «Чего уж теперь терять?» В одном из неосвещенных переходов Юрик улучил момент Достал свою подопечную и несколько раз лизнул Кажется, конвоиры ничего не заметили Их привели на футбольное поле Здесь фанаты расставили столы Во главе выседал бритоголовый мегагопник со шрамом на полхаре И в кожаной куртке на голое тело Бело-голубой шарф небрежно обвивал могучую шею Пленников пинками загнали в корявую клетку Рядом зенитовец и конь деловито разжигали костер Фанаты пировали остатками складской пищи Запивая найденным бухлом Кидались в жертв различным дерьмом и истерично хохотали В общем, веселились по полной Юрик ощутил в себе силу Токсин экзотической амфибии поступил в кровь Реальность немного плыла, но это было довольно прикольно Он положил руку на пруток клетки Казалось, приложи небольшое усилие И он разломает всю конструкцию От рыдающих рядом людей исходили желтоватые волны страха Юра попробовал втянуть липкие манации, но это вызвало отвращение Тогда он принялся поглощать багровые всполохи злобы из окружающих врагов Тугие потоки чужой ярости потекли в его тело, наполняя и пронзая каждую клетку Как подключенный к сети разряженный телефон Красноглазый бугай вдруг подскочил к клетке Треснул дубинкой по решетке, дико заорав и выпучив без того безумные глаза Тетка осела на пол, хватаясь за сердце Другие заорали в ужасе Довольный собой бычара расхохотался Но смех оборвался, когда он встретился взглядом с Юрой «Ну чё, Сыч?» — крикнул он, обращаясь к предводителю Кодлы «Начинаем?» «Давай, Тяпа, шашлычком побалую пацанов» Ответил Бритоголовый и отхлебнул виски из горла, раскуривая сигарету «Предлагаю первым вон того хомячка Тут мамка его пускай посмотрит Вот, блядь, тюмора будет» «Валяй!» — махнул ручище Сыч Мы чащего Витю вытащили наружу и поставили на колени Мать забилась в припадке, когда Тяпа достал увесистый тесак Фанаты засвистели и захохотали в предвкушении Юрик ждал Что-то удерживало его от действий Рука бугая взмыла воздух, но тут Сыч выкрикнул «Погодь, пля!» «В смысле? Ты чё, Сыч?» — поднял брови Тяпа, но убрал оружие «Да чё-то заманала уже эта херня!» — нахмурился главарь «Не понял, тебе чё, жалко кузьмичей стало?» «Ты Тяпа, базар придержи свой!» — оскалил кривые зубы Сыч «А то и сам в клетке ненароком окажешься, Йорты!» «Да ладно!» — склонил башку бугай «Я же это... Ну ты ж сам сказанул насчёт шашлыка!» «Я грю, что скучно чё-то! Каждый день мы их режем, колем, убиваем!» «Постоянно одной тоже надоело! Никакого разнообразия! Развлекалого охота! Верно, пацаны?» «Точняк, Сыч! Дело говоришь, скукота мля!» — подтвердили со всех сторон «О, придумал!» — хохотнул главарь, хлопнув ладоши «А устроим-ка мы гладиаторские, блять, бои! Во зрелище будет! Схватки, бои, азарт! Прям как футболия!» «Ну ты в натуре, мозг!» — уважительно сказал Тяпа Сыч запрыгнул на стол, распихивая пустые бутылки тяжёлыми ботами и крикнул «Ну чё, Кузьмичи? Кто жить хочет?» Рядом с Юриком дёрнулся тип, чем-то похожий на Газманова в молодости «Я хочу!» «Будешь биться, волосатый?» — прищурился Сыч «Да!» «Ништец!» — обрадовался главарь Тут заголосили и остальные пленники «Мы тоже хотим жить!» «Да!» «Корочь!» — объявил Бритоголовый «Победитель проживёт ещё до завтра! Слово пацана! Все слыхали?» Витенька, похоже, не веря своим ушам, медленно поднялся с колен Его взгляд приобрёл осмысленное выражение, а губы сжались в суровую нитку Он встрепенулся и ломающимся голосом крикнул Сычу «Я тоже буду драться! Я всех побежу! Победю! Вы должны выдать мне оружие! Слышите? Без оружия неинтересно!» «Ладно, пухлик, держи, ёпта! Смотри, только не обосрись!» Волосач откинул роскошную прическу с глаз и, перехватив топор, быстро двинулся вперёд Толстяк заверещал, как ошпаренный поросёнок, и бросился в атаку Газманчик ловко ушёл от неуклюжего взмаха, двинул топорищем в затылок Ахнула мамаша! Гопота взорвалась ржачим Витенька пробежал несколько шагов по инерции, но не упал Завертел головой, отыскивая противника Тот легко и непринуждённо двигался по кругу Не оставалось сомнений, кто одержит победу «Мочи жиртреста, волосатый!» — крикнул кто-то из зрителей «Чекастенький! Я отведу жаркое из твоих ляжек!» — подхватил другой Красиво крутанув топором, Газманчик снова увернулся от корявой атаки Рызцой отбежал в сторону, крутанулся на месте и рывком бросился на Толстого Отводя оружие в смертельном замахе Но его подвёл развязавшийся шнурок Не добежав до цели, волосач смешно взмахнул руками и растянулся во весь рост Виктор будто этого и ждал С грацией японского якодзуна прыгнул в воздух и обрушился всей тушей на Газманчика Затем вскочил, подпрыгнул и приземлился уже на жопу Что-то явно хрустнуло То ли ребра, то ли хребет волосатика Безумно пропищал Витенька Потные волосёнки торчали во все стороны Драный пиджак топорщился Херастя жирный мочит Разинул рот Бугайтяпа За тебя, мамулечка! Выкрикнул Толстопус и, оттянув за шикарный причесон голову, резанул по тощему горлу Вообще ништяк! Давай следующего! Приказал Сыч Ты! А ну выходи! Тяпа выдернул из клетки Юрика Чё, обделался уже, дохляк? На, держи, дрыщ! Он сунул ему в руки топор Газманчика Толстяк хищно раздувал ноздри, злобно глядя на Юру Тот опустил топор и повернулся к вожаку банды Я не буду драться! Говорил же, обделается! Заржал Красноглазый Те жить насрать, что ли? Спросил Сыч Я не буду драться с этим Юрик кивнул на Толстого Нет чести одолеть слабого противника Пусть против меня выйдет любой из вас, ублюдки! Чё ты вякнул, падаль? Главарь аж подскочил на ноги Да ладно, Сыч! Шагнул вперед Тяпа Дай мне распотрошить этого козла! Добро! Начинайте! Разрешил Сыч Красноглазый отобрал тесак у Витеньки И, вытаращив зенки, пошел на Юру Тот посмотрел на топор в руке По нему пробегали светящиеся волны Теперь Юрик видел сверкающий меч древних индейцев Он поднял голову вверх Дикий ор фанатов отступил прочь И Юра услышал пульсирующие звуки барабанов Отбивающих боевую мелодию давно забытых народов А среди туч над куполом стадиона Ему показалась исполинская фигура Микталэнтэ Кутли Повелитель мира смерти Вспомнил Юрик Божество кивнуло чудовищной головой Он понял Он сделает, что должен Время вернулось к своей границе Тяпа перед ним взмахнул ножом Юрик нырнул под руку И одновременно вскрыл брюхо острым топорищем Красноглазый охнув, рухнул на колени Пытаясь схватить выпадающие потроха Юра сделал неуловимый глазу разворот И тяпина башка слетела с плеч О, да ты вообще крот, мужик Заорал главарь Я дам вам зрелище Просипел Юрик Говорить получалось с трудом Но ты обещай, что не тронешь этих людей Да говно вопрос Задолбали эти кузьмичи Эй, пацаны, кто еще хочет сразиться? Тя как звать-то? Юрик Юрик Харитонов Итак, кто выйдет против неустрашимого Харитона Победителя тяпы безмозглого? Из толпы гопарей шагнул накачанный крепыш В красно-черной шапке петушки Ну я типа готов Тяпа бухой был А я за здоровый образ жизни, ёпта Только это Топор мне дайте, шо все по чесноку Ааа, это ты, Кефир Ну давай покажи класс Приветствуйте, пацаны, нового героя Кефир-зожевец против бесстрашного Харитона Начали! Это продолжалось долго Не один день И даже не одну неделю Кровавые схватки пришлись по вкусу фанатскому отродью Теперь Юрик жил как король Его кормили сносной едой и старых запасов И приводили лучших женщин А вечером он лизал жабу и выходил на поле Одного за другим он выпиливал тупых гопников Пополняя счет жертв во славу древнего бога С каждым разом его сила росла Желающих сразиться становилось все меньше Хулиганы пытались ставить против него легионеров Но зрелище выходило жалкое и неинтересное После тысячной победы Юрик понял, что бог смерти удовлетворен Больше здесь ничего не держало Однажды темной ночью он собрал в узел провизию Лизнул и посадил за пазуху верную Зюзю А сам полез по металлоконструкциям на верхотуру купола Он уже видел, как редкие смельчаки пытались пройти этим путем наружу Но силы оставляли их А может страх высоты заставлял разжимать ладони И они срывались вниз на радость вечно голодных каннибалов Тяжелее всего было преодолеть многометровый пролет С отрицательным углом наклона Лезть пришлось практически по потолку Он цеплялся за холодные двутавры Прыгал на руках со швеллера на швеллер Или перекидывал ноги через сваренные уголки Висел вниз головой, давая отдых забитым рукам Юрик смог Когда колючий ветер над поверхностью купола ударил в лицо Он захохотал от радости и пьянящего чувства свободы Оплавленные в лунном свете, похожие на истлевшие кости развалины Простирались, насколько хватало глаз У ног лежал весь мир Чутье подсказало Юрику двигаться на север Долгая зима шла за ним по пятам Были схватки с бандитами Безлюдные выжженные бомбардировками пустоши И отравленные радиации руины Сожженные и разграбленные мародерами деревни и поселки Он старался обходить их И спустя месяцы долгого пути Пришел в город, где была жизнь Уже наступили лютые морозы Но жаба до сих пор была с ним Юрик согревал ее теплом своего тела Скупая слеза покатилась и застыла на щеке Когда он глядел на мирные дымки Поднимающиеся из труб и тысячи электрических огней Он понял, что наконец пришел куда нужно Но это уже совсем другая история Часто мы не замечаем, как играем в чужие игры Люди загоняются по своим делам Суетятся, участвуют в движнике Стараясь удовлетворить обыденные потребности Кажется, что мир устроен по правилам Которые суть что-то незыблемое Как постоянная планка Но код игры пишут совсем другие люди Чем они отличаются от остальных И люди ли вообще Они стоят над правилами Безжалостно направляют потребности И желания толпы согласно своей воле Мы для них расходный материал Безымянные юниты Служащие неведомым целям Все это я понял И сформулировал еще до войны Схрон Угроза апокалипсиса Да Но больше всего хотелось вырваться Из непонятных мне игр И бессмысленной гонки глупого социума И вот сейчас меня снова втягивают В чужие терки Все это притило моей любви к свободе Но разве есть выбор? Либо участвуй, либо гейм-овер Что ж, послушаем, какова моя роль В этих мутных раскладах Когда полковник разложил военную карту Километровку Мои глаза алчно загорелись GPS-ы давно не фурычат А мой атлас, конечно, не такой подробный Иди сюда, Алекс Велел Уайт Ага Я потер ушибленную голову И подошел к столу Здесь мы Он обвел пальцем город А вот здесь Сюда ты отправишься завтра Далековато И че там? Поселок этих Полковник весь скривился Сектантов долбаных Веганы Мясо не жрут Уточнил Юрик Спасибо, капитан, очевидность Подумал я Но так-то хорошо Хоть не насадят меня на вертел Как прочие дикари Наверное, оттуда пришел этот ушлепок Которого мы повесили за кражу тушенки Как его там Джон Сноу Не только веганы Нахмурился Уайт Еще, как доказывает разведка Анастасийцы Свидетели Иеговы Адвентисты седьмого дня Солнцепоклонники Добавил Юрик Да Кришнаиты Ладно Хватит перечислять всю эту нечисть Махнул рукой полковник В общем, ты догадался, Санек У этих ребят кукушку сорвало Еще ДБП Да Несколько тысяч сумасшедших Собрались на какой-то гребаный фестиваль Или слет, когда началась война Обустроились крепко У них теплицы с искусственным освещением И своя электростанция Тепловая? Спросил я Ветряная Не забывай Они повернуты на всем натуральном Вокруг поселка пятнадцать ветряков Угу На каждом оборудовано снайперское гнездо Фига себе А я думал, они мирные Ничего подобного Качнул головой Уайт Ты просто не представляешь Какие там маньяки Считают, что только их Выбрал Севышний для продолжения рода человеческого А остальные выжили якобы По недосмотру богов И подлежат уничтожению С последующей переработкой На удобрения для их гидропонных садов Сурово Да Из дисциплины у них полный порядок Управляет всем белый брахма Мы не знаем, кем он был до войны Юрик разгрыз семечку И сплюнул в кулак Но он установил жесточайшую военную диктатуру Наш город по сравнению с этим поселком Рассадник всяческих свобод Это все понятно Я почесал свой могучий кулак Одно мне объясните Откуда у веганов столько оружия Что вы даже не суетесь к ним? Полковник помрачнел Помолчал минуту И, хрустнув шеей, ответил Мерзавцы напали на наш склад День Рождества пророка Трампа Убили 12 солдат Хоть я и запретил петь этим сукиным детям Но, да Пребудет с ними жесть Вследствие инцидента В руках сектантов оказалась целая куча оружия и боеприпасов Автоматические винтовки Противопехотные мины Несколько пулеметов и гранатометов Среди них явно есть военные спецы Все время забываю Что у вас все проходили срочную службу Ну и нечего было соваться в Россию Ответил я Все верно, Алекс Но это решили там, наверху А разгребать все дерьмо нам, простым парням Жаль, не дождались, как Елла Стоун ебанет Я вздохнул, прячу улыбку Сразу бы всей вашей Америке каранты настали А ваши ракетчики, кстати, знали наше слабое место Горько усмехнулся полковник За желтый камень и эту чудесную зиму Можешь сказать им спасибо Давайте вернемся к делу Вмешался Юрик Хватит прошлое ворошить Окей, продолжим Сектанты проникают в город, шпионят Наших сил не хватает контролировать весь людской трафик А интересуют их предметы промышленного производства Одежда, оружие, инструмент Надо как можно быстрее решить эту проблему И для этого вам нужен я? Именно Я мог бы послать Юру, но он нужен мне здесь В прошлом месяце мы отправляли диверсионную группу Никто не вернулся Это акция для одиночки Для такого профессионала выживания, как ты, Алекс Устрани лидера сектантов Гребаного белого брахму Вот цель твоей миссии А дальше наша работа Я стоял, обдумывая дерзкий план И чем больше обдумывал, тем больше мне он нравился Наверняка можно разжиться у этих поехавших веганов Офигенными ништяками Овощи, фрукты, зелень Моему крепкому организму нужны витамины Да и Ленка порадуется Картофан Ну и хрен знает, что там еще они выращивают на своей гидропонике Решено Сыграю вашу игру, полковник Помогу так и быть наложить лапы на ресурсы психопатов А сам свалю обратно в схрон Полковнику я терпеливо ждал ответа Говно вопрос Сказал я, протягивая ладонь Можете положиться на мои умения Окей, Алекс Он пожал мою руку Значит, я не ошибся в тебе А что мне за это будет? Вознагражу, не сомневайся Пару цинков семерки меня устроит Решил ковать железо, пока горячо И шубу, желательно горностаиваю Увидев поднятую бровь полковника, пояснил Ну это для девушки моей Порешаем, Саня Хмыкнул Юрик У меня вопрос только Мне бы с друганами сподручней было Егорыч в лесу, как пиранья в мутной воде А Валера прекрасный стрелок Про Валеру, конечно, слукавил Но не бросать же его тут Юрик с полковником обменялись взглядами Исключено, Алекс Наш план заброски рассчитан на одного человека Мы же не дураки, Санек Твои товарищи гарантия, что ты не сбежишь Добавил Юра Револьвер хоть верните Ответил я этим гадам Хорошая пушка Полковник нехотя вытащил из-за пояса револьвер И протянул мне Сейчас отдыхай Юрик посвятит тебя в детали Не думай, что задание легкое Сказал Юрик, баюкая на руках жабу Когда мы возвращались обратно по коридорам Не вижу сложностей Признался я Если ты представляешь веганов худосочными дистрофанами То сильно ошибаешься Сектанты чертовски сильны и бодры С некоторыми мне пришлось попотеть на арене Сбалансированно питаются, видать Ладно, что сейчас об этом думать Твой шеф сказал отдыхать Вот и давай, организуй отдых Юрик вздохнул и покачал головой Он явно не разделял моего мощного оптимизма Мы как раз добрались до апартаментов Ты прав, Санек Чего это я загоняюсь В пекло соваться тебе, а не мне Усмехнулся он Подожди тут немного Сейчас сауну организую Я вошел и удивился Вид у Валеры потерянный Сидит с клокоченными волосами И мрачно хлещет пиво Наблюдая, как Егорыч яростно рубится в батлу Дед, похохатывая, кладет врагов штабелями Кнопки джойстика трещат от мощи его дубовых пальцев Наигрался уже? Спросил я, открывая пивко От бесед с полковником чертовски пересохло горло Ага, вяло ответил друган Егорыч, блин, нагибает меня, как нуба последнего А ты че хотел? Старая гвардия? Для тебя это игрушка А он хрен знает, сколько фрицев Великую Отечественную положил Ну, о чем там договорились с этим полковником? Когда нас отпустят? Новости для вас с Егорычем вообще офигенные Покайфуете еще несколько дней за счет города Ну, ништяк! Не охота пока домой Ты не представляешь, как мозг отдыхает от тещи Блаженно улыбнулся Валера А Егорыча я все равно сделаю Если только он джойстик не разломает Дверь открылась Заглянул Юрик с полотенцами на плече На которых важно устроилась его жаба Че сидим, народ? Сауна уже готова Он пощекотал Зюзи брюшко И девчонки заждались Знаете, о чем я жалел Длинными полярными зимами в своем схроне Ну, помимо отсутствия интернета и World of Tanks О том, что не запилил свое время сауну Просто и без того задолбался фигачить каменистый грунт Ограничился лишь душевой кабинкой А баню ставить не стал Она могла демаскировать все хозяйство Надо будет заняться расширением схрона после возвращения Расписывать подробности нашего отжига Я, конечно же, не стану Вдруг Лена это прочитает Тогда точно Прощайте, мои бубенчики Скажу лишь, что это было классно После всех неприятностей последних дней Местные феи отлично сняли стресс Ну и, разумеется, я, Валера и Егорыч Поклялись об этом молчать Надеюсь, пиндосы не станут нас этим шантажировать Операцию назначили на вечер Поэтому полдня я отсыпался Похмелялся пивком И занимался физическими упражнениями Мои мускулы должны быть в тонусе Когда я начну атаку на базу сектантов Всю мою амуницию и снарягу, конечно, вернули Вооружейный, кстати, дали классный броник Легкий И не мешает моим резким движениям Не буду отдавать Каску брать не стал Чтобы не быть похожим на пиндоса Возле стенда с разнокалиберным оружием Мои ладони яростно вспотели Вот оно! Настоящее богатство этого сурового мира! Что же выбрать для усиления огневой мощи? Сначала хотел добавить к револьверу и Сайге Какой-нибудь мощный пулемет Но тут мой взгляд пал на это чудо Автоматический гранатомет Марк-19 Офицер, сопровождавший меня, трепался с Юриком возле входа Но встревоженно глянул, когда я схватил в руки эту бандуру Тяжеловат, блин! Со станком под полтос где-то Хотя... Подставку же можно убрать Во! Ништяк стало! Тридцать с чем-то кило! Фигня! Можно и с рук пострелять! Я улыбнулся, представив, сколько разрушений можно произвести из этой хренотени Извини, Санек, этот ствол не можем дать Ко мне подошел Юрик А че так? Приказ полковника Мы не хотим, чтобы к врагу попала такая мощь А как оно попадет к ним? Я нахмурил лоб Сомневаетесь в моих силах? Всякое может случиться Уклончиво ответил он Ладно Громко вздохнув, я поставил гранатомет на треногу Не переживай Вот могу порекомендовать отличную машинку Юрик достал откуда-то пушку поменьше Я тут же взял заценить ММ-1, что ли? Точно! Хмыкнул Юра А ты шаришь, я смотрю Естественно То есть в курсе, что это ручной гранатомет револьверного типа Барабан на 12 выстрелов? Да вижу я! Ответил я, вертя его в руках Маловато, конечно А перезаряжать может быть некогда Зато легкий какой! Красава! Можно с одной руки ебошить Ладно, дружище Дайте две И выстрелов запасом Ну на всякий! На этом подготовка завершилась Мы вышли на улицу Сегодня довольно тепло Градусов 10 со знаком минус Ничего не напоминает о ядерном апокалипсисе Горят уличные фонари Проезжают машины Мимо протопала бабка с полными сумками Зло проворчало, когда я случайно обдал ее дымом от сигареты Чего загрустил, Саня? Юрик щелчком отправил сигарету в урну Да так Кого ждем? Когда выдвигаться? Уже пора Он вышел к обочине и поднял руку Через минуту тормознула темно-зеленая семерка С надписью «Такси» мигом на борту Юра открыл заднюю дверцу Залазь, Санек Я думал, посерьезней будет техника для заброски Высказал свою критику я Сейчас все объясню В этот момент выскочил водитель и заорал Опачки! Да это ж сам Юрик! От радости таксист сорвал с башки мятый кипарик Ну вот опять Юра страдальчески закатил глаза Эта популярность иногда прямо бесит Уоооу! Тут водила заметила меня Алекс! Бешеный варвар из северных лесов! Че это сразу варвар? Открой багажник, шеф! С гранатометами и прочим оружием я не мог влезть в салон Опять на спецзадание? Хитро подмигнул он А я не зря, значит, шебашнуть решил сегодня Как чуял, что таких людей встречу! Довезу бесплатно хоть куда! Автограф дадите? Или это? Можно с вами сфоткаюсь? А то зинка моя не поверит! Окей, давай! Мы встали с Юриком справа и слева, положив руки на плечи водили Тот достал Самсунг и сделал несколько селфи с нашими геройскими лицами А че у вас тут и сеть ловит? Заинтересовался я Да не, какой там! По привычке таскаю! Ну или когда клиентов нет, играю в шарики! Ща, кстати, покажу вам! Не сейчас! Прервал Юрик Мы спешим! А, да, да, конечно! Вы же на спецзадании! Ну, поехали! Мы залезли в драндулет и покатили С возвращением в реальность Если вам понравилось наше безумное путешествие То обязательно поставьте лайк, напишите комментарий И поделитесь этим видео в социальных сетях Ну, а если вы хотите отправиться дальше То просто выберите одну из иконок на экране И, как всегда До встречи в следующих Мирах 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 Мирах